С 1 августа подача природного газа будет прекращена. Магистральный газопровод «Карталы-Рудный» работал без ремонта почти 60 лет. И на данный момент большое количество дефектов создают угрозу аварийных ситуаций. Поэтому ремонт и отключение мера вынужденная. Главный вопрос, который волнует население, когда голубое топливо снова появится в домах. На ремонт отвели 25 дней. После начнутся пусконаладочные работы. Минимум 2-3 недели поэтапно, потому что у нас промышленные предприятия мы запустим в ускоренном режиме. Там как бы нет репонов у нас. Проблема будет с коммунально-бытовыми, которые крупнопанельными. Это после 25-го как-то, да, включение? Как газ придет до города. Неудобства в связи с отключением газа будет испытывать не только население, но и предприятия региона. К примеру, ряд организаций, занимающихся ремонтом дорог, имеют асфальтобетонные заводы, работающие от природного газа. Чтобы не допустить срывов сроков, ТО «Арвис» перейдет на дизельное топливо. А ТО «АБЗ-Плюс» планирует завершить запланированные работы до 10 июля. Отдел предпринимательства также провел мониторинг, в ходе которого выяснилось, что часть предприятий сможет перейти на дизельное топливо, кто-то на электрические котлы. Другие же вынуждены будут приостановить деятельность в их числе и мукомольные, и предприятия машиностроительной отрасли. Некоторые вовсе остановят деятельность в их числе и хлебопекарни. Однако дефицита хлеба не будет, заявила руководитель отдела предпринимательства. Объемы производства социального хлеба пекарни Юрченко и ИП Сухин мы будем распределять на пекарню ИП Багдасарян. Объемом выпечки хлеба до 4,5 тысячи булок в сутки. А рассматривается вопрос увеличения производства социального хлеба пекарни Астыгжан-Кустанай с 1,5 тысячи булок до 2,5 тысячи булок в сутки. Пекарни ТО Алтынан, ТО Кустанай-3 предусматривают перевод предприятия на альтернативные источники топлива. Как рассказал директор ЭПК «Фарфайт», они готовы к возросшей нагрузке. Уже сейчас закупаются материалы на случай аварий. Проводится ревизия оборудования. Однако они просят население во время отключения газа использовать электроприборы поэтапно, то есть не включать одновременно в сеть бойлеры, кондиционеры и электроплитки. Это позволит избежать в том числе и нагрева проводки, которая в газифицированных домах не рассчитана на чрезмерную нагрузку. Виктор Ваташко, Яна Галла, РТН